Девушки отдыхают Платье для ведущей предоставлены шоурумом «Казино». Девушки отдыхают Лето в лагере. Как сделать так, чтобы каникулы запомнились ребенку отдыхом, а не проблемами? Как изменится жизнь россиян с начала лета? Сюрпризы от налоговой, Министерства ЖКХ и Почты России. Столкновение на перекрестке. Два автомобиля не смогли разъехаться на пустой дороге посреди ночи в Сарове. Самый богатый депутат. Какую партию представляет в Городской Думе народный избранник, заработавший за год 71 миллион рублей? Смена профессии. Участники реалити-шоу «Я топ-модель» переуплотились в гангстеров. Как убегали от спецназа с чемоданом денег? О главных событиях дня расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Анастасия Шибашова. Здравствуйте. Наверное, каждый из нас в детстве ездил в пионерские лагеря. Здоровое питание, прогулки, игры и строгие вожаты. Все это навевает ностальгию. Сейчас в эпоху гаджетов и информационных технологий детский отдых изменился. Пионерские лагеря уже не пионерские в силу отсутствия самих пионеров. А родители уже не получают путевки для детей на работе, а покупают их. Причем в тот лагерь, который им больше по душе. Только вот не всегда ожидания оправдываются. Как же выбрать лагерь и не ошибиться, расскажет наш корреспондент Антон Галеев. Куда ставить ты за кашену? Не надо это самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, ею. Ну и что? Не надо. Добро пожаловать или посторонним в ход воспрещен, пожалуй, самый известный фильм про пионерский лагерь. Главного героя Костю Иночкина исключает из лагеря начальник Дынин. Мальчик удрал из лагеря, чтобы искупаться. Если отбросить то, что сам фильм является прямой сатирой на хрущевскую эпоху, а герой и встигне его формалист, который вроде и боится начальства, и в то же время хочет перед ним выслужиться, то останется то, что лагерь в первую очередь это дисциплина. Ведь задача воспитателей и вожатых, чтобы ребенок вернулся домой живой и здоровый. К сожалению, так получается не всегда. Яркий пример – прошлогодняя трагедия в Карелии. Тогда из воды Сямь-Озера подняли 14 детских тел. У нас унесло водой более сильные волны. И чтобы как-то выжить, мы приплыли к острову. Карелия. 18 июня 2016 года. От пристани лагеря парк-отель Сямь-Озера на трех лодках в поход отправилось 47 детей и несколько инструкторов – студентов местного педучилища. В тот день МЧС Республики разослало сообщение о приближающемся шторме. Но это не остановило руководство лагеря. В 16.32 каноэ перевернулись. Третье судно осталось на плаву, но его сильно снесло. Подростки потеряли друг друга из вида. Один из выживших мальчиков пытался сообщить о трагедии. Но его звонок восприняли как глупую шутку. Детей начали искать только на следующие сутки, после того, как в лагере хватились подростков. Поисковые операции закончились спустя 8 дней. Когда нашли тело последнего, 14-го погибшего ребенка. На скамье подсудимых не оказалось свободного места. Директор лагеря, его заместитель, врач, который не принял звонок и даже глава Роспотребнадзора. Трагедия на Сямь-Озере привела к тому, что с 1 января 2017 года в России начал действовать закон, устанавливающий единые требования к организации детского отдыха. Для того, чтобы родителям было спокойнее и правильнее выбрать летний оздоровительный лагерь, мы рекомендуем обратиться на сайт Министерства образования Нижегородской области, на котором размещен реестр официально зарегистрированных летних оздоровительных организаций, которые приступят к работе в сезон 2017 года. И все эти организации прошли проверку и приемку межведомственными комиссиями. Даже несмотря на то, что теперь такая трагедия, как в Карелии, вряд ли повторится, каждый год в Роспотребнадзор поступает множество жалоб от родителей. Всем памятен случай массового отравления детей в лагере с романтичным названием «Мечта». Ровно год назад в Розамасском районе острую кишечную инфекцию диагностировали сразу у 50 ребятишек. Три десятка были госпитализированы с тошнотой, рвотой и острой болью в животе. И все же такие громкие истории – редкость. Чаще испорченный отдых остается бедой одной семьи. Нижегородка Милена Черевко отправила своего сына на полную смену отдыхать в загородный лагерь, который посоветовали знакомые. Буквально прошло три дня, и на третий день у ребенка поднялась высокая температура. Мы приехали, его и забрали домой. Как он рассказывает нам уже по его словам, то, что ночью было очень холодно, спали практически под какими-то непонятными одеялами. Он говорит, как будто спали на улице было ощущение. Что делать, если еще вчера вы отправили ребенка в лагерь живым и здоровым, а сегодня вам говорят, что он заболел? Как правильно собрать ребенка на отдых, и можно ли получить компенсацию за этот самый отдых, если он обернулся сплошными проблемами? Все это вы узнаете в специальном репортаже «Все лучшее детям» уже 6 июня в 19.30 на Первом городском телеканале. Антон Галеев, Алексей Ревягин, Служба новостей, Город. И в продолжении темы совсем скоро, более чем в тысячи детских лагерей Нижегородской области начнется первая смена. Свои двери для школьников откроют также санатории и оздоровительные центры. Готовность загородных лагерей к началу сезона детского отдыха проверили представители Роспотребнадзора, МЧС, МВД и других ведомств. Результатами обхода сотрудники надзорных органов остались довольны. Все предписания исполнены, новых нарушений не выявлено. К открытию первой смены начальники лагерей отнеслись со всей ответственностью. Мы покрасили стены, полы, привели в порядок постельный инвентарь, матрасы, подушки, одеяла мы подвергли химической обработке камерной. Заменили часть кровати, которые были уже достаточно в этом состоянии. День мы поделили на две половины. Первая половина дня у нас будут спортивные мероприятия, вторая половина дня – это творческие мероприятия. Этим летом в области будут работать почти полторы тысячи лагерей, 63 загородных и 6 санаторно-оздоровительных, 5 детских санаториев, а также больше тысячи дневных лагерей, организованных на базе школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Отдохнуть в них смогут почти 122 тысячи детей. А теперь мы возвращаемся к больной теме. Пухоры на маршрутов отменяются. Вопреки всем мрачным предсказаниям, 1 июня нижегородцы смогут без проблем добраться до работы. Маршрутки выйдут в те же рейсы и по теми же номерами. Подробнее о ситуации с общественным транспортом расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой». Санаторий в центре города. Дом здоровья. Прислушавшись к мнению нижегородцев, специалисты приняли решение уменьшить количество маршрутов, которые попадут под сокращение. Сейчас планируют упразднить только 26, а не 31, как хотели раньше. Вместо них введут 23 новых маршрута. Городская администрация уже объявила о начале первого открытого конкурса на право осуществления перевозок. Внедрение изменений в транспортную сеть обещают проводить постепенно. Так, рейсы, которые хотели отменить в первую очередь, продолжат выходить на линию до середины лета. Актуальная информация по всем изменениям маршрутной сети будет появляться на сайте городской администрации и в СМИ. Меняю сигарету на воздушный шарик. Такую акцию провели в Нижнем Новгороде во Всемирный день отказа от табака. О вреде курения горожанам напоминал арт-объект в виде легких, которые установили на театральной площади. Шары синего цвета, полученные от волонтеров в обмен на сигареты, нижегородцы прикрепляли к стенду, как бы наполняя легкие чистым воздухом. Кстати, пагубная привычка вредит не только здоровью, но и кошелькам нижегородцев. По данным Роспотребнадзора, только с начала этого года за курение в общественных местах горожан оштрафовали на 207 500 рублей. 15 гектаров голубики в Нижегородской области заложили уникальный ягодный сад. Это первый в России опыт промышленного выращивания голубики в больших объемах. Часть урожая планируют продавать в местных магазинах, остальное пойдет на переработку. Сахарный завод мы восстановили в производстве. Люди работают в основном на переработке зимой, а летом у них нет работы, пока свекла выращивают. Не могут здесь работать. Плюс там сахар, здесь ягоды. Ягоды ведь не все стандартные, которые в торговлю пойдут. Если помельче, где-то бочок помятый, попитый, значит можно на сахарном заводе на мощностях организовать производство йогуртов, джемов, варенья. Отмечу, что ежегодно в ягодном саду планируется собирать по 700 тонн свежих ягод. Кроме голубики, в Сергальском районе будут выращивать малину, клубнику, землянику и ежевику. 1 июня в Международный день защиты детей, юных нижегородцев и их родителей будут развлекать сразу на нескольких площадках города. Семейный фестиваль «Самый лучший день» начнется в парке имени Кулибина в 11 часов утра. На площадке будет работать детский салон красоты и кукольный театр. Самые активные могут принять участие в квестах и конкурсах, а также посетить уроки актерского мастерства. Кульминацией праздника станет костюмированный парад двойняшек и тройняшек. В 10 часов утра в парке имени 1 мая начнется конкурс рисунков на асфальте, а после в небо запустят фейерверк. В 11.00 торжественно откроют детскую железную дорогу. Прокатиться на первом в этом году поезде детства могут все желающие. С 2.00 часов дня в автозаводском парке начнется концерт Нижегородского русского народного оркестра. Программу праздника продолжат выступления танцевальных и музыкальных коллективов города. Этим летом в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые могут затронуть каждого. Это касается оформления налоговых деклараций, оплаты услуг ЖКХ и даже пересылки почты. Чего стоит ожидать гражданам уже в июне. С начала лета коммунальные отрасли ждут серьезные изменения. В частности, они коснутся расчетов оплаты услуг ЖКХ. Так, превышение нормативов потребления коммунальных ресурсов теперь будут оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Новые платежки граждане получат только 1 июля. Предполагается, что данное изменение должно решить проблему непрозрачных квитанций. С 3 июня Почта России устанавливает новые тарифы на отправление писем и посылок. Теперь пересылка простой почтовой карточкой обойдется в 16 рублей. Заказной почтовой карточкой – 33 рубля. Простое письмо весом до 20 граммов будет стоить 22 рубля. Заказное письмо – 41 рубль. С 13 июня в России будут утверждены новые формы налоговой декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. Нововведение направлено главным образом на предоставление в налоговую инспекцию максимально актуальных сведений о доходах, скидках и льготах организаций. Это позволит точнее рассчитывать сумму налога. Центральный банк совершенствует систему регулирования банковского сектора. С 1 июня лицензии кредитных организаций разделят на две категории – базовые и универсальные. Разделять банки будут по принципу минимального размера капитала. Для банков с базовой лицензией он должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Универсальные лицензии предполагает капитал не менее 1 миллиарда рублей. Главные отличия этих типов банков будут в их функциональных возможностях. Так, базовая лицензия лишает банка права проводить ряд операций, в том числе с иностранными клиентами. Далее информации от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. В столкновении на перекрестке два автомобиля не смогли разъехаться на пустой дороге посреди ночи в Сарове. Самый богатый депутат, какую партию представляет в городской думе народный избранник, заработавший за год 71 миллион рублей. Смена профессии. Участники реалити-шоу «Я топ-модель» переуплотились в гангстеров, как убегали от спецназа с чемоданом денег. Хватит! Я на вас весь год со сковородкой работала, а теперь я хочу на курорт. Лучше не курорт, а круиз. От такого и сын не сбежит, и муж не заскучает. Компания «Инфофлот» предлагает вам новинку навигации 2017 года. Это круизы по Черному морю. Есть круговые круизы из Сочи, Ялты, Новороссийска, Севастополя. Все эти круизы составляют 7-8 дней. Лайнер «Князь Владимир» продуман настолько, что так и хочется сказать, до чего техника дошла. А еще вас ждет трехразовое питание по системе «Шведский стол». При этом вам не нужно оформлять визу и загранпаспорт. Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, на теплоходе «Князь Владимир». Черноморские круизы из Сочи, Ялты, Севастополя и Новороссийска. От 25100 рублей. Дети до 5 лет отдыхают бесплатно. Подробности обо всех акциях и рассрочке уточняйте по телефону 220-9310. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Занятия кулинарии в подвыпившем состоянии привели к трагедии в Воскресенском районе. По данным следствия, в одном из домов деревни Семенова семейная пара уже с утра распивала спиртные напитки. Спустя какое-то время женщина уснула, а ее сожитель пошел на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Мужчина знал об имевшейся утечке газа из газового баллона, подключенного к плите, но все равно зажег спичку. Это привело к крупному возгоранию. Горе-повар успел выбраться из полыхавшего дома, а вот его спящая подруга – нет. В отношении мужчины заведено уголовное дело. О других преступлениях и происшествиях расскажем далее в рубрике «Место происшествия». Крупное ДТП произошло в Сарове на пересечении улиц Зерновой и Московской ночью, когда многие светофоры были отключены. Это и сыграло с водителями злую шутку. На кадрах видно, как с одной стороны перекрестка несется черная иномарка, в это же время с другой на большой скорости идет белая машина. Автомобили сталкиваются и разлетаются в разные стороны. Автомобиль вспыхнул посреди ночи в Дзержинске. Возгорание произошло около часа ночи на бульваре Мера. В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля. Очевидцы предположили, что это умышленный поджог, однако пожарные установили, что ЧП произошло из-за неисправности электропроводки. Водитель ВАЗовской легковушки спровоцировал ДТП перед самым въездом на Мызинский мост. Автомобилист из машины с регистратором еще до столкновения обратил внимание на то, как «Жигули» всех подрезают, и вот чем в итоге это закончилось. Варианты два. Или автомобилист не заметил, как поцарапал чужую машину, или просто не счел нужным останавливаться и зарисовывать ДТП. Две фуры и одна полицейская «Газель» столкнулись после моста в Нагуле, но около поворота на совкоз. По словам очевидцев, один из дальнобойщиков не соблюдал дистанцию, из-за чего и врезался в своего коллегу. Тот же, судя по всему, вылетел на встречную полосу и уже там протаранил машину полиции. «Газель» правоохранителя получила наиболее серьезные повреждения, но сами стражи порядка, к счастью, остались целы, как и остальные участники ДТП. На сайте городской думы опубликовали сведения о доходах нижегородских депутатов за 2016 год. Кто возглавил рейтинг самых богатых, расскажем в обзоре финансовых новостей. Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Общий доход 10 самых богатых депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2016 год составил почти 400 миллионов рублей. Возглавил рейтинг депутат от «Единой России» Вадим Агафонов. Он заработал 71 миллион 200 тысяч рублей. При этом в собственности Агафонова находятся две квартиры, шесть ликовых автомобилей, 24 грузовых, а также восемь тракторов и многое другое. А вот самые скромные доходы, как выяснилось, у депутата Сергея Коргина. Он не принадлежит никакой партии, а его заработок составил всего 14 тысяч рублей. 802 миллиона рублей будет выделено на подготовку Нижнего Новгорода к юбилею. На эти деньги, во-первых, планируется отреставрировать крупные объекты культурного наследия – Кремль, Нижегородский художественный музей и музей имени Горького, а также провести несколько крупных фестивалей, выставок и создать 100 серийных фильмов о нашем городе. Расходование денег будет распределяться равными пропорциями по годам, начиная с 2019 года. Цены на фрукты и овощи выросли в Нижнем Новгороде, причем достаточно ощутимо. Так, артофель старого урожая подорожал на 28%, нового – на 15%. Морковь подорожала почти в полтора раза. Среди фруктов почти на 24% выросла цена на яблоки, на 25% на апельсины, на 7% на бананы. При этом, по заверению экспертов, вскоре цены должны стабилизироваться. По данным Центробанка, курс доллара на 1 июня составил 59,69 рубля, курс евро – 63,41 рубля, стоимость барреля нефтемарки Brent – 51,05 доллара. В четверг, 1 июня, на Первом городском выходит пятая серия реалити-шоу «Я топ-модель». Зрителей ждет один из самых нестандартных выпусков за весь проект. Вы увидите, как участники, которых, кстати, осталось всего семь, позировали фотографу в необычной локации и в очень трудных условиях. Приехали мы сегодня в удивительно необычное место. Большие здания с выбитыми окнами. Как-то радости от этого не прибавлялось. Местом съемки был выбран полигон. Задача фотосессии – продемонстрировать свое актерское мастерство, вжившись в роль настоящего гангстера. Например, убегать от спецназа с украденным чемоданом, полным денег. Работал на необычной съемочной площадке фотограф студии «100% арт» Владимир Зотов. Привет, ребятушки. Сегодня я ваш фотограф. Сегодня мы снимаем съемку в жанре криминальном. Это будет такая экшн-съемка. Вам, скорее всего, придется немножечко подвигаться. Возможно, даже кому-то придется побегать. В таких трудных условиях ребятам приходилось не только бегать, но и готовиться к съемке. В день фотосессии на улице было не жарко, поэтому многие модели буквально дрожали от холода. Но с дискомфортом как-то нужно было справляться. Пожалуй, сложнее всего было девушкам. Им-то приходилось бегать на каблуках. А так как на съемках ребята позировали парами и тройками, то, кроме всего прочего, им нужно было показать умение работать в команде. С этим, увы, справились не все. У кого изобразить гангстера не получилось, и кто станет основным претендентом на вылет, узнаете на Первом городском в четверг 8 июня в 8 часов вечера. Ох уж эти ваши госты! Утвержден новый вариант написания названия нашего города на латинице. Такие изменения нужны для того, чтобы иностранным гостям чемпионата мира по футболу было удобнее ориентироваться в городе. Как теперь выглядит Нижний Новгород по-английски, расскажем далее в рубрике «Социальные сети». ГОСТ ввели, а понятнее не стало. Прочитать простые слова, написанные по новым нормам, предложили иностранцам, студентам, которые провели в России уже несколько лет. Это не понимает, но Нижний Новгород. А вот это слово не читаете? Нет. Произнести вслух незамысловатые фразы попросили пятерых иностранцев. При этом определенные трудности испытывали все. Хочется верить, что гостям чемпионата мира 2018 такие изменения не создадут дополнительных неудобств. Ночь действительно не отпускала. Концерт экс-солистки группы «Серебро» Елены Темниковой собрал толпы нижегородских фанатов. Любимые хиты пели вместе с исполнительницей, а после мероприятия по домам расходиться не спешили. Кстати, как отметили поклонники творчества Темниковой, эта звезда весьма близка к народу. Девушка сама пригласила фанатов на встречу в отеле. Сделай фотографию и выиграй круиз на двоих. Компания «Инфофлот» дарит нижегородцам подарки ко дню города. Для участия в розыгрыше размещай фотографии с хэштегом «Инфофлот НН» или публикуй в группе первого городского ВКонтакте. Своими снимками уже поделились многие нижегородцы. Успей и ты. Итоги подведем 2 июня. Далее эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни. Спонсор хороших новостей – проект «Территория продажи земельных участков под ИЖС». Да все стабильно. Это тоже неплохо. Погода, наверное, хорошая. Устанавливается. Значит, на 100 лет все-таки лето. Сын школу закончил. Год учебный закончил. У меня сегодня день рождения. Да, у меня сегодня день рождения. Так, у нас хорошие новости. У нас соревнования недавно прошли. И по спортивной акробатике – это для нас как бы событие, потому что акробатики не было в Нижнем уже долгое время. Мы сдали тест. Мы сдали госэкзамен. Госэкзамен в медицинском институте. До тестирования сдали практически все. Всем потоком. И вот всем отмечать. Посетил Рим, наконец-то. Вечный город. Но у нас лучше. Меньше народу. Ваш ребенок любит петь и танцевать, а может быть он прирожденный модель или телеведущий. Как раскрыть его талант и сделать из вашего малыша настоящую звезду, расскажем в следующей рубрике. Здравствуйте. Это новости детского центра Старкиц. Меня зовут София. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы раскроем все тайны нашего центра. Старкиц – это замечательное агентство, детский центр, в котором... Всякие разные занятия, которые очень интересные. Там можно петь, там можно заниматься балетом, танцами, мифле. Вокал, занятие школы ТВ, актерское мастерство, хип-хоп, балет, вокал. Вот мне очень нравится вокал из всех занятий. Потому что я все время пою. Мне все занятия нравятся, особенно, конечно, ПИУ – журналистика. Благодаря Старкиц я уже выбрала себе цель и хочу идти по ней. То есть я хочу в дальнейшем стать, может быть, журналистом. Педагоги ВОВО – это клевые очень педагоги, молодые. Они очень хорошо дают материал, очень спокойно, понятно, что ты все сразу понимаешь. На школе телевидения мне нравится, что там можно показывать себя по телевизору. Там тебя снимают на Первой городской. Кто-то проходит на улице, кто смотрел тебя по телеку и говорит – о, я эту девочку видел. Некоторые одноклассники смотрят, ну, где меня показывают по телевизору. Ученица тоже об этом знает. Мы участвовали и в показах, и в конкурсах. Ребенку это очень нравится. Меня спрашивают в школе, а в каких ты показах участвовал, где? За показы, за конкурсы мы ничего, абсолютно ничего не платим. Нет, за показы мы не платим. Показы входят в стоимость, то, что мы ходим, занимаясь в Старкидс. Наоборот, детям поощряют какие-то подарочки, постоянно дают. То есть, что их больше стимулирует, им очень приятно. Это абсолютно честная, замечательная организация, которая всегда держит свое слово и всегда пойдет навстречу. Этим летом я решила ходить на летний лагерь в Старкидс. Сначала летом, когда у нас наступит, мы уедем в лагерь. После лагеря я схожу в Старкидс. Закончилась школа и очень много свободного времени, поэтому я буду ходить каждый день в Старкидс. Многим кажется, что школа журналистики очень страшная, ответственные занятия, и поэтому хорошая возможность есть летом привести своего ребенка и посмотреть своими глазами, что это не так страшно на самом деле. Это был выпуск новостей детского центра Старкидс. До встречи в эфире! Не знаете, чем занять ребенка летом? Лагерь школы телевидения Старкидс. Это съемки в рекламах, летние фотосессии и занятия по всем телепрофессиям от оператора до телеведущих. В подарок ваш ребенок получит портфолио. Звоните 424-4155. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения, только хороших новостей и оставайтесь на Первом городском. В четверг, 1 июня в Нижнем Новгороде днем 16 градусов выше нуля, погода пасмурная, ночью плюс 10. В пятницу, 2 июня днем плюс 11 градусов, возможен небольшой дождь, ночью 7 градусов выше нуля. В субботу, 3 июня в Нижнем Новгороде днем плюс 9 градусов, возможен небольшой дождь, ночью плюс 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова